По поводу дятел. Дятел это самый-самый большой вредитель в лесу. Это вид животного. Моего отца был знакомый лесник. Так вот лесник рассказывает, что какой-то там бабочка пролетела или жук какой-нибудь. Отложил личинку, завелся червячок в живом нормальном дереве. Вот он там лазил, лазил этот червячок, грыз то дерево. Ты слышишь? Да. Грыз там то дерево и значит этот самый. Наступило время, когда они там вылетают по весне или лету, у кого как период развития проходит. Значит, оно вылетело. Там бабочка какая-нибудь или жучок получился. Вот. Оно вылетело и улетело. Слушай? Угу. А место, где он там попрогрызал, дерево оно же живое. Оно затягивается ранковое. И дерево себе дальше живет. Но все не так просто. Прилетает дядя. И начинает долбать это дерево. И начинает санитарить. Начинает санитарить. Долбает это дерево, раздолбит вот такое дупло в стволе, чтобы достать одного вот того сраного червячка. Достанет он того червячка. Улетит. А дупло вот такое раздолбанное в дереве остынет. Естественно, такого размера рана в дереве, она не зарастает уже. Там начинает заводиться всякая падла. Там мошки, там еще какая-нибудь хрень. Грибы какие-нибудь там, еще что-нибудь. Все оно там гниет это дерево, мучается, мучается, болеет. В итоге дерево умирает. Вот такой вот полезный дятел санитар вес. Но это не значит, что дятла надо уничтожать. Каждая животина, она в природе существует для чего-то. Она либо пища для других, либо еще чего-то. Короче, мясо готово. Сейчас берем уже зиму. Ура! А как дятел умирает, ты знаешь? Нет. Дятел умирает в двух случаях. Первое, это либо от того, что у него клюв трескается, он не может потом столбать дерево. Либо от сотрясения можно. Тогда чем мы сняли, то есть, bh esimerkente сделать вид, молодой осознанность скажирова. По сути, веселый друг. Вот такой вот он был хотя бы бегелым. От того что, он был обасту dress. Он был завязан дать ребёнку, правильно? П습니다. Продолжение следует...